Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 апреля. И вот сейчас хочу я вам показать еще один способ высадки томатов с небольшим заглублением через кол. Я уже рассказывала, что от того, какая рассада высокая или коротышечка, взрослая или молодая, мы можем применять различные способы, методы высадки. Вот я работаю в одной и той же теплице и уже четвертый способ мне придется сейчас применить. Все из-за того, что и характеристики сортов у нас разные, возраст рассады разный, растения разные. Я еще раз повторю, что первый был самый быстрый через дырочки. Это те, которые вот такие коротышки я высаживала. Второй метод был классический, я делала лунки, просто высаживала. Третий метод был, когда я лежа очень долго закапывала вот этих великанов. И четвертый способ, это как раз тот случай, когда можно заглубить, можно не заглубить. Можно просто классическим традиционным способом сделать лунки, например, раз углубление и посадить. Но так как вот это чудо земли у меня, оно само по себе высокорослое, чтобы вот этот ряд не загораживал, дал солнце тому ряду, и чтобы были, ну как немного пониже к земле вот эти цветочные и плодовые кисти, я решила это чудо земли немного заглубить. Но тут есть один нюанс. Перед тем, как посадить эти томаты, нужно лунки сильно-сильно полить до того, как высаживать. Потому что вот смотрите, вчера показывала вот эти лунки, я делала на сухую. Я не поливала до того, как я высаживаю. Я просто все перемешивала, ну такой полувлажный грунт. Потом закапывала стаканчики и только потом уже поливала. Здесь этот фокус не пройдет. Здесь, когда мы начнем делать дырку, если вот в таком грунте вне политом, будет все обсыпаться. А нам, видите, какую нужно длинную-длинную дырочку делать, глубокую. Поэтому поливаю перед тем, как сделать, воткнуть этот кол очень обильно. И придется немного подождать. Поливаю так обильно, что вот эта лейка у меня всего на две лунки. Потом, занимаясь другими делами, она впитывается. Должна впитаться окончательно и должна получиться вот такая консистенция грунта. Видите, какая она? Она очень пролитая, но вода уже ушла. И сейчас я буду потом камеру на штатив прицеплю, чтобы вам показать, как я делаю. И еще самое главное, что перед тем, как вытаскивать вот эти стаканчики, их тоже нужно сильно-сильно пролить. Я поливаю прям до квашни. Зачем это делать? Потом я вам покажу, но я могу сразу сказать, что... Смотрите, у нас стакан имеет вид конусовидный. Усеченный такой конус. То есть здесь пошире, здесь поуже. Но все-таки конец тупой. А дырка после кола, когда мы вот так будем делать... Так, видите, я вот так, когда буду делать, дырка после кола остается тоже конусовидная, но с острым концом. И поэтому нам придется вот эту форму с тупым концом... Сейчас перчатки одену вот так вот руками делать. Ну, короче, подстраивать ее под ту дырку, которую оставляет кол. Сейчас я все покажу. Этой высадкой такой методом пользуюсь очень давно. Нигде я его не видела. Никто мне его не подсказывал. Просто жизнь сама заставила. В какой-то момент нужно было углублять. А так как вот такие дырки нам не сделает ни конус посадочный, ничего глубокий. Это я вот еще не сильно иногда углубляю. Вот до такого расстояния, сантиметров на 40, можно туда заглубиться. Но сейчас я не делаю глубоко, потому что ранняя, еще рано, весна, и там холодно. Делаю незначительное заглубление. Когда высаживаю в грунт, индотерминатные, стараюсь их заглубить как можно дольше. Тут есть свои плюсы. Во-первых, можно обойтись редким поливом, потому что там корни очень глубоко. Во-вторых, он делается пониже, особенно вот Казанова в том году заглубляла. Хотя бы немного пониже к земле плоды, и он не такой высокий. Потому что очень высокий тяжело в уходе. Нужны длинные колия. Все, я теоретически рассказала. Сейчас камеру прицеплю на штатив и покажу, как я это делаю. Делается все очень быстро, получается так хорошо, как будто они созданы. Вот этот стакан, кол и дырочка от кола. Все совпадает прекрасно. И растения приживаются очень быстро, несмотря на то, что придется сейчас стаканчик маленько деформировать. Сам процесс посадки происходит очень быстро. Вот сейчас у меня две готовых, я посажу, а потом покажу, как делать дырки. Тут самое главное слепить форму, которая подходит вот по этому. У нас же сначала такой стаканчик. Я просто его беру и делаю как конусообразным, вот так вот. Потом помещаю и туда стараюсь поглубже. Там дырочка как раз соответствует ее. Так, вторую также беру. Вот он наш. Был стаканчик с тупым концом, стал вот таким остреньким, как форма морковочки. Заталкиваю туда. Все. Так. Теперь как делается дырочка. Просто кол вставляется. Так, сейчас я подождите, проконтролирую, видно кол или нет. Ага, видно. Я заглубляю его на ту глубину, насколько мне нужно. Так как я сказала, что сейчас у меня с незначительным углублением, я сильно его не вдавливаю. И начинаю вот так раскачивать. То есть расширяя диаметр. Ясно, что если просто кол воткнуть и вытащить, то он получится недостаточно. Вот смотрите, получается такая воронка. Делается это очень быстро. Тут же делаю рядом вторую воронку. Очень легко делать, когда почва хорошо пролита. Если почва не хорошо пролита, то втыкать глубже уже проблематично. Но мне надо не сильно глубоко. Я вот таких воронок наделаю. Сразу на всех лунках. И все. И сейчас немножко передвину, чтобы видно было, что они прям такой идеальной формы. Ай! Они идеальной формы. Они вот здесь широкие, к низу идут поуже. И вот эти стаканчики. Заостряем кончик и вставляем. Сейчас продвину. Заостряю кончик. При этом корневая система вся целая, она не разрушается. И заглубить можно не только, как я сейчас делаю, с небольшим заглублением. Можно заглубить на более такое, ну больше глубину. Можно заглубить вообще вот так. Если хорошо пролита почва, переросшую рассаду очень удобно. Все. Вот теперь чудо земли. Будет не очень высокое. Сейчас, как установится хорошая погода, вот эти, которые выемки, ямки, я еще присыплю немножко перегнуем. Все высадила. Вот это еще один способ, уже четвертый. Высадки томатов. Вот в одной теплице у меня уже 4 разных метода, способа. Вы можете выбрать любой в зависимости от вашей ситуации. Если переросшее, можно заглубить. Если еще сильнее переросшее, можно уложить лежа. Можно просто вровень с землей. Можно в лунку. Полет фантазии не ограничивается ничем. Все, до свидания.